В первом блоке, первом модуле, мы с вами поговорим о критериях охраноспособности объектов авторских прав. Когда мы говорим об объекте авторских прав, о любом творческом результате, то прежде всего следует говорить о том, чтобы данный результат был охраняем с точки зрения закона, необходимо, чтобы он соответствовал нескольким критериям. Мы можем сказать о том, что в целом объекты авторских прав, вы можете увидеть сейчас на слайде, которые вы обратите внимание, они характерны для следующих сфер. Это искусство, шоу-бизнес, наука, журналистика и иные сферы. Вот, собственно говоря, в этих сферах создаются различные результаты творческого труда. И чтобы у нас такие результаты были охраноспособными, необходимо, чтобы они соответствовали двум признакам. Первый критерий — это творческий труд автора, и второй критерий — это объективная форма выражения. Казалось бы, что в этом может быть сложного в понимании данных категорий, потому что, в принципе, это вы скажете азбука, о которой вначале изучают юристы, когда знакомятся с вопросами охраны объектов авторских прав. Но не все так просто, потому что на практике возникает сейчас очень много вопросов о доказуемости критерий творческого труда, о том, что это не было скопировано, о том, где вообще грань этого творчества. Мы сейчас с вами поговорим о первом критерии, о творческом труде автора, поскольку здесь важная квалификация, творчество можно по-разному определять, но важно понимать, чтобы это не было копированием, потому что очень часто говорят о том, что я автор, я вдохновился чем-то. У нас во многих сферах сейчас идут споры о творческом труде, например, возьмем с вами даже сферу дизайна. Вот буквально, да, у нас проходят недели моды и так далее, дизайнеры говорят, я вдохновился другим, но я создал свой собственный результат. Вот именно где грань этого критерия творчества, грань того, чтобы это не было скопировано, конечно же, выясняется уже в процессе дальнейшего спора, поэтому мы с вами отдельно разберем те доказательства, которые необходимо иметь при себе, с тем, чтобы доказать авторство лица, потому что сейчас с учетом развития компьютерных технологий много различных, скажем, используется схем с тем, чтобы доказать именно свое авторство. Поэтому данный критерий является необходимым. Если вы обратите внимание на следующий слайд, то вы увидите процесс создания самого результата интеллектуальной деятельности и каким образом он будет охраняем. Первое, что необходимо, чтобы мы уже об этом сказали, чтобы результат был создан творческим трудом автора, но никаким образом не был скопирован. Следующий признак, признак объективной формы выражения, зачастую путают с материальной формой выражения, но это совсем не так. Объективная форма с учетом закона означает то, что данный результат может быть выражен хотя бы в любой форме, не обязательно зафиксирован на материальном носителе. Он может быть произнесен. Вот, например, сейчас я лекцию записываю для вас, вебинар мы проводим. Это мой результат интеллектуальной деятельности, объект авторских прав, который сейчас создаю, я его говорю вслух. Можно каким-то образом это показать. То, что мы сейчас записываем в вебинар, это уже тоже является объектом авторских прав. Но, в принципе, если различные способы фиксации, мы сейчас как раз-таки о них тоже и поговорим. Вот когда эти два признака есть, у творческого результата, создание его творческим трудом и демонстрации показ, то тогда мы можем говорить, что соответствующий результат охраняется как объект авторских прав. На что необходимо обратить внимание при практической реализации данных положений? На то, что у нас объект авторских прав — это следующее произведение. Вы увидите это сейчас на вашем слайде. Это произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ. У нас программы для ЭВМ охраняются как объект авторских прав и база данных. Очень большое заблуждение многих авторов, и не только, о том, что для того, чтобы соответствующие результаты стали охраноспособными, их необходимо зарегистрировать. Но у нас нет такого обязательного требования в законе о специальной регистрации. Поэтому, в принципе, когда авторы меня об этом спрашивают, нужна ли регистрация или нет, я говорю о том, что это не обязательно, не обязательно депонирование, потому что это доказательство, в принципе, оспаривается в суде и легко оспаримо. Поэтому здесь, конечно же, это не стопроцентная защита автора от нарушения. И здесь бы я не стала рекомендовать именно регистрацию как обязательный этап работы с автором. Сейчас на вашем слайде вы увидите те примеры, примеры объективной формы выражения произведения, которые можно сейчас использовать для того, чтобы доказать авторство лица в суде. Да и в целом, у меня таких доказательств было бы неплохо. Первое и очень, скажем, такое надежное, я бы сказала, доказательство, это, вы видите на слайде, первый пункт, это удостоверительная надпись нотариуса. Есть такое положение, нотариусы оказывают такую услугу, протокол осмотра сайта осуществляют. В том случае вам такое доказательство необходимо, когда вам необходимо что-то зафиксировать, как правило, это нарушение в сети интернет, нарушение происходящее на сайте. Потому что сейчас очень легко, буквально один клик, можно разместить всю информацию, также ее удалить, а зафиксировать ее, успеть, бывает не всегда возможным получается. Поэтому, собственно говоря, вот эта удостоверительная надпись нотариуса, на наш взгляд, одна из самых важных доказательств, которые можно использовать в суде для подтверждения авторства. Ну, если вдруг так произошло, что пока вы шли к нотариусу, и уже данная информация была, нарушение прав вашего автора или вас, как автора, уже удалена, то, в принципе, до того, как вы пришли к нотариусу, можете даже сделать скрин экрана, скопировать его, и уже тогда, в этом случае, хотя бы у вас уже на руках, будут определенные доказательства того, что в тот или иной момент данная информация была размещена на такой-то страничке в сети интернет, на таком-то сайте. Поэтому, в принципе, скрин экран тоже можете воспользоваться на компьютере, либо с телефона это сделать спокойно, и распечатать, и в дальнейшем уже это использовать в судебной практике. В принципе, это рассматривает, и такие доказательства рассматриваются, поэтому это можете также использовать. Следующий, это второй пункт, запись на видеокамеру, на произведение, на бумагу, на видео и так далее. Конечно же, это, в принципе, основная объективная форма выражения, которая сейчас есть, когда мы что-либо записываем, фиксируем, переслаем с почты на почту. В принципе, есть такие способы, когда их авторы используют для того, чтобы зафиксировать время создания произведения, дату и время создания, потому что для объектов авторских прав, как я уже говорила ранее, не важна регистрация депонирования, когда вы это сделали, а важен момент создания произведения, когда вы это создали. Кто первый, тот и прав. Грубо говоря, здесь действует такое правило. Поэтому здесь кто первый, тот и автор, и чтобы автору доказать именно то, что он первый это создал, необходимо, конечно же, вот такими доказательствами обладать. Поэтому, в принципе, вот запись видео и так далее, время сохраняется, на фотографии время отражается, на почте, если вы с почты на почту пересылаете. Конечно, многие говорят о том сейчас, что, в принципе, есть такие механизмы, которые используются на почте и так далее, что время можно изменить, пересылки сообщения, что-то подкрутить, исправить. Но это, знаете, нужно, конечно, задаться этим вопросом, чтобы этим заниматься, это первое. И второе, конечно же, здесь нужно будет уже и экспертизу проводить, насколько это было достоверно, это указание времени и так далее. Поэтому, в принципе, такой метод традиционный, который используется, он, в принципе, имеет место быть и тоже является доказательством. Чечи, жизнь, схемы и так далее, все это, как раз-таки, свойственно для объектов авторских прав. А следующая объективная форма выражения, о ней мы говорили ранее, это депонирование объектов авторских прав, и она к смежным правам применяется. Вы знаете, депонирование, да, у нас, если говорить о Москве, Санкт-Петербурге, у нас много организаций, которые осуществляют такое депонирование. Порядка 80 можно сейчас насчитать различных организаций, которые работают только в Москве, которые осуществляют именно депонированные произведения. В принципе, авторы его используют, приходят в соответствующую организацию, и им выдается свидетельство о том, что вы являетесь автором такого-такого-то произведения. Но, опять же, да, у меня есть случаи, когда авторы показывают целую стопочку таких удостоверений, это, естественно, на возмездных основаниях они получаются, но, опять же, были случаи, когда в суде это оспаривалось, потому что не автор приходил в соответствующую организацию, осуществлял депонирование, получал такое свидетельство, не являясь автором, и, собственно говоря, уже настоящий автор оспаривал это доказательство в суде. Поэтому, конечно же, это такое, скажем, да, вот именно депонирование объектов, мы поэтому говорим то, что здесь, конечно же, не дают стопроцентной охраны автора в данной ситуации. Также сейчас есть иные методы депонирования, которые могут быть выражены с точки зрения компьютерных технологий, фиксации различные. Их можно использовать все, что, в принципе, фиксирует так или иначе в время создания произведения. Да, это уже является на руку и большой плюс к автору и поможет в дальнейшем в случае спора доказать о том, что он действительно в такой-то момент создал произведение и является автором. Обратите внимание на следующий слайд. Если мы говорим об объектах авторских прав, то как раз-таки вот данные принципы, принципы и критерии охранной способности, о которых я уже сказала, они как раз-таки указаны в законе. Ссылки на них есть. Отдельно я вам как раз их произносить не буду. Вы их можете увидеть на ваших слайдах сейчас на экране. Перечень данных объективных форм выражения является открытым, о которых я сказала ранее. Поэтому здесь, конечно же, имеют место и различные электронные формы выражения и так далее, которые сейчас свойственны для объектов современных, например, как мультимедийные продукты, которые создаются с помощью компьютерных технологий. Их можно использовать. Дальше, когда мы говорим о творческом характере труда, вопрос необходимо задать, каким образом бывает доказать творческий труд автора. Но здесь нужно будет говорить о том, что данный результат не был создан в результате копирования. Потому что действительно здесь вопрос и о цитированности встанет и так далее. Потому что насколько здесь грань творчества была выражена. Потому что если это просто, например, задают вопрос, бывает довольно часто. Сейчас с помощью интернет-приложений создаем различные результаты интеллектуальной деятельности. Например, меня спрашивают о том, что, например, если есть какие-то фоторамки, либо в Инстаграме в тех же приложениях мы, когда выкладываем фотографию, можем использовать различные фильтры. Вот если мы используем фильтры, либо различные рамки и так далее для фотофото, видеосъемки, создаем ли мы самостоятельный результат творческого труда. Но в данном случае можно сказать, что все-таки, скорее всего, мы этот результат творческий не создаем. Мы используем уже разработанный, наоборот, мы используем уже результат интеллектуальной деятельности для того, чтобы каким-то образом улучшить свою фотографию, видеосъемку и так далее, с тем, чтобы привлечь внимание к своему контенту. Но отдельный самостоятельный результат в том случае вряд ли можно сказать, что мы его создаем, потому что уже как раз-таки используем разработанный и созданный результат интеллектуальной деятельности. Поэтому где грань творчества? Здесь, конечно же, вопрос ввелся нас уже очень давно. Каким образом его определяют? Это в юридической доктрине ведутся споры в этой части. Но в каждом конкретном случае это необходимо будет доказывать, потому что если есть нарушение права в этом случае, автор всегда сможет доказать о том, где как раз эта грань и происходит.